Сегодня газоснабжение Кустанайской области осуществляется за счет двух магистральных газопроводов Бухара-Урал и Карталы-Рудный-Кустанай. Их мощности региону уже давно не хватает. Пришить проблему, как считают специалисты, можно за счет строительства магистрального газопровода Кустанай, который намерены везти из Актюбинской области. В рамках строительства планируется с Актюбинской области, с компрессорной станцией 14, построить магистральный газопровод протяженностью 630 км, диаметром 1000 мм, до города Кустанай. Вдоль трассы нового газопровода, согласно ТЭО, предусмотрены 7 крановых узлов для перспективных газопроводов-отводов на перспективные ГРС Наурзум, Тургай, Амангельда, Аркалах, Пушкина, Жаилма, Бестубе, на завод горячебрикетированное железо ССГП и ГРС Ждановка, а также перспективный отвод для закольцовки нового магистрального газопровода КС-14 с существующим магистральным газопроводом с АРК. Уже осенью прошлого года началась разработка технико-экономического обоснования проекта, причем не только самого газопровода, но и новых компрессорных цехов и станций, чтобы газопровод смог работать с накоплением мощностей. Сейчас ТЭО уже проходит госэкспертизу. Она будет завершена до конца марта этого года, а до 1 июля планируется разработать проектно-сметную документацию проекта, после будет известна и его стоимость. «Было подписано соглашение между крупной инвестиционной компанией Катара. Они дали согласие и подписано соглашение о финансировании данного проекта. Финансирование данного проекта. Сейчас, в какой стадии мы услышали, эта работа находится, хотим, чтобы в этом году, в конце года, эти работы мы уже начали проводить». По словам Акима, реализация этого проекта позволит газифицировать как населенные пункты, так и крупные инвестиционные проекты. Сегодня, ввиду отсутствия свободных объемов газа, в регионе существует мораторий на выдачу технических условий для строительства газовых сетей и подключения потребителей. Хамзан Урпиисов и Татьяна Калюжная, РТН.